Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы поговорим о цифрах, о цифрах уровня предметов в обновлении 9.1. Люди на текущий момент, еще даже некоторые одеваются, кто, например, недавно в игру пришел, недавно вообще Shadowlands купил, кто-то за двинков взялся, и некоторым людям действительно интересно, что будет с этим левелом в обновлении 9.1, что будет падать с Mythic нулей, что будет идти в Mythic Plus награду в полосе Mythic Plus в Великом Хранилище, что в PvP будет, какой левел будет с рейдов падать и все такое прочее. Я подготовил единую табличку, которую разбил на три просто, и в этих таблицах можно увидеть абсолютно все уровни item-левелов, которые только будут доступны в обновлении 9.1. Давайте вместе ознакомимся и все, рассмотрим. Самая обычная табличка Excel. Как я уже сказал ранее, тут три таблички. Рейтинговая PvP, Raid и Mythic Plus. Рейтинговая PvP, она получила некоторые изменения, скажем так, и PvP-вещицы в PvE теперь будут немножко снижены по уровню предмета, а именно на 13. Это немного, но это все равно ощутимо, и PvP-вещи теперь не будут чем-то таким прям сильным, потому что ранее вещицы, полученные за 2100 рейтинга, были такими же по item-левелу, как и лут с первого-восьмого босса в замке Нафри. Теперь же лут, который мы получаем с девятого и десятого босса в Геройке, только равен рейтингу 2100. То есть это изменение все-таки немножко пошатнуло одевание за PvP для PvE рейтинга, и теперь все-таки как-то PvP-вещицы будут менее актуальны. Но опять же на первых неделях апнуть быстренько PvP-рейтинг, это будет довольно-таки неплохо. Ну а как бы господа PvP-шеры, посмотревшие этот видосик, могут увидеть item-левелы для себя. То есть на аренах такой вот item-левел будет в правом столбике, на RBG, на BG просто. Вот, то есть item-левелы весьма внушительные, реально внушительные тут. Никто не поспорит. То есть, например, если мы для PvE наденем 259-ю вещицу PvP-шную, которую мы получим за 2100 рейтинга, то при битве с боссом она будет просто 246-го item-левела. Ну а 246-й item-левел, не просто так я цветами все выделил, это 9-й, 10-й босс в героях рейде святилища господства. Вот, 9-й босс. Надо ли мне спойлерить имена боссов? Не буду. Вот, 9-й босс, значит 10-й босс. С них падает 246-й item-левел. Как мы знаем, вещиц на, например, 20 человек будет падать 4, скорее всего, так же, как и в замке Нафрия. И то есть, это малое количество. Вы можете 2 кд подряд ходить на 9-го и 10-го босса, и вам ничего падать не будет. А 2100 рейтинга апнуть в некоторых моментах даже будет как-то лучше. Если, конечно, вы можете это сделать, если у вас на это есть свободное время. Вот, поэтому PvP-систему, хоть и измененную, отвергать, ну, не стоит просто-напросто. Вот, что касательно рейдов, как уже немножко зацепил с 9-го и 10-го босса, будет паять 246-й лут. Разница в этом левелах между сложностями 13, между боссами 1-й, 8-й и 9-й, 10-й, 7. Вот, то есть такая вот разница item-левелов, и в целом, ну, окей, окей. То есть, это хороший item-левел, и замечательная сила персонажей вырастет неимоверно. Вот, и мифик-плюсы. Исходная точка для расчетов была взята за максимальную мифик-награду. Максимальная мифик-плюс награда за еженедельный сундук это 252 за 14-й ключик. Ну, и я думаю, касательно просчета item-левела ничего не поменяется абсолютно в обновлении 9.1. И то есть все так же, там, тут скачок минус 3, там, там, минус 4. Все вот это вот туда-сюда скачет по цифрам, и получилось как-то так. То есть, если мы рассмотрим нули, самые обычные, из которых мы сейчас лутаем 184-е вещицы, то во втором сезоне они должны давать 210-е вещицы просто-напросто. Ну, и само собой, их апнут по сложности. Как-то так должно выйти, по идее. То есть, новых сложностей не вводят для мифик-плюсов, просто-напросто старое все апнут, чтобы не было слишком легко. Поэтому выйдет как-то так. Ну, и само собой, мы помним об ограничении, которое будет в тот момент, когда только стартанет 9.1. То, что максимум лут мы будем лутать, по-моему, с пятого ключа, или с седьмого, что-то такое. Но все равно, ключики 14-й надо будет закрывать для наполнения еженедельного сундука. Вот. А за прохождение лут просто будет заблокирован каким-нибудь там, ну, правда, седьмым или пятым ключом. Что-то такое будет по-любому. Вот. Так что, как-то так. Ну, а полностью все награды за прохождение мифик-плюсов откроются уже во время старта мифической рейдовой недели. Сделано для того, чтобы люди просто быстро не одевались и не пришли в мифик-рейд уже слишком сильно одеты. Вот. Потому что, как мы видим, с пятнашек можно лутануть 236-е вещицы. А это все-таки, ну, чуть ниже героика, но все же это может помочь. Это заполнить слоты проблемные. Можно кубик дропнуть. Вот. А если еще будет система доблести, а она будет, скорее всего, никуда не денется, то можно будет и вещицы прапать. Ну, вот, сделав ачивок. Так что, как-то так. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. На этом монолог свой заканчиваю. Таблицы приведены, можете рассмотреть их более подробно. Если есть вопросы, можете задать их в комментариях. До скорого!